То есть, с одной стороны, прозвучали конкретные предложения, это уже хорошо, на уровне конкретных площадок и даже предложения по тому, как эти новые площадки обустроить, из каких материалов сделать, но, к сожалению, никакого решения сегодня принять не получилось, потому что это пока сырые предложения, невизуализированные, непонятные, ни перечень этих домов, ни саму модель площадки и участники совещания не видели, и что самое, может быть, на мой взгляд, неправильное, это не видели представители гражданских комитетов, те активные граждане, которые в эту работу включились. Некоторые озвученные решения сегодня, они были там неожиданностью для представителей гражданских комитетов и для меня в том числе, потому что две недели назад мы обсуждали совершенно другие варианты и совершенно другие оценки звучали в отношении тех решений, ну там, сетка или профлист, которые сегодня предложили. На мой взгляд, это неправильная организация процесса. Мы взяли паузу буквально пару дней для того, чтобы итоговое предложение нормально визуализировать в виде презентации, в виде конкретных документов, не обязательно делать какие-то яркие картинки, но достаточно четко все нужно изложить, направить всем участникам совещания, направить в гражданские комитеты с тем, чтобы до конца недели все-таки уже иметь достаточной информации и оснований для того, чтобы на каком-то варианте остановиться. Хотя дискуссия на тему обращения с твердыми коммунальными отходами, о том, как это в городе Назарова лучше всего организовать, она не прекращается и сегодня на совещании, хотя казалось бы, куда уже больше совещаний, но тем не менее прозвучали очень правильные идеи про то, что количество этих пунктов должно расширяться, точек сбора мусора, потому что везут из частного сектора, везут в залу, везут крупноговорит и перегружают то, что есть. И при такой нагрузке невозможно содержать, даже если новое что-то сделать, оно также будет перегружаться. Это такое стратегическое направление. Тут есть в этом стратегическом направлении перспективы, связанные с тем, что федерация сейчас запускает программу по раздельному сбору мусора и будет субсидировать территории, регионы, ну и это будет дальше до муниципальных образований спускаться. Здесь есть над чем думать. И еще одно правильное движение. Управляющие компании в эту работу сейчас все активнее включаются и включились. Это как раз к вопросу о том, что у этих объектов, мусорных площадок должен быть хозяин, который следит за ее состоянием. То есть либо это структура в муниципалитете, которая убирает, когда в конце концов после уборки контейнеры нормально расставят, да, либо это управляющая компания, опять же источник средств. Но это уже следующий этап. Все-таки сейчас, мне кажется, очень важно найти то решение. Безусловно, все всегда счастливы не могут быть в один момент. Всегда найдется тот, кому что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Но тем не менее мы должны выйти на решение, которое будет пусть и компромиссным, но удовлетворяющим большинству.